В рамках конференции «Стартап-пляж» будет подведен итог Всероссийского конкурса IT-стартапов «Море идей на берегу моря», собравший 250 проектов со всей страны. Победителями стали три компании, которые предложили по-новому взглянуть на привычные вещи. К примеру, одни стартаперы презентовали инновационные методы управления своим жильем, то есть бизнесмены предлагают участвовать в вопросах обслуживания жилфонда из любой точки при наличии интернета. А еще основатели инновационных проектов подготовили современный вариант сервиса бронирования как номеров в отелях, так и билетов на различные развлекательные мероприятия. В стартап направлении, в стартап движении, конечно, одним из самых главных факторов являются какие-то революционные изменения в существующей отрасли или иногда даже в какой-то новой отрасли, которой раньше не было. Вот эти решения позволяют в разы, а иногда в десятки раз улучшить какие-то показатели. Те три компании, которые победили на сегодняшний день в нашем конкурсе, они вносят очень серьезные изменения в ценностное понимание сервиса. Ну и для города Сочи как туристического это, мне кажется, очень хорошо. Самая ожидаемая презентация на конференции стартап-проектов, то есть инновационных идей – Сочинская инновационная долина. Это российский аналог американской кремниевой долины, который станет новой точкой экономического роста города и всего региона. Я сейчас пытаюсь наших экспертов привести к тому, чтобы они доказали, что в Сочи есть территория проживания. Есть разные мнения. Дальше там. В Сочи есть территория для работы. Тоже разность мнения. Кто-то говорит, что в Сочи не существует, грубо говоря, такое некое сообщество, которое готово что-то продвигать и делать. Разность мнений. Сейчас мы пытаемся понять, что же действительно существует в Сочи. Если есть такая тяга к изменениям, значит, тогда что-то будет происходить. То есть наша задача сейчас понять, есть ли это сообщество и здесь, и готово ли оно сформироваться. Наличие оригинальной идеи – свободная, никем не занятая ниша. Плюс инвесторы, готовые вкладывать инвестиции в молодые, но весьма перспективные начинания. Именно такая схема приходит на смену медлительным крупным корпорациям и их устаревшему продукту, уверены участники и организаторы первой международной конференции стартап-проектов.